вы знаете почему нашу планету называют голубой потому что из космоса кажется что вся ее поверхность голубой океан действительно суша занимает лишь одну треть поверхности земли и многих своих обитателей от мельчайших микроорганизмов до человека кормит небольшой по толщине слой суши почва твердая бесплодная горная порода миллионы лет под воздействием воды и воздуха и солнечных лучей она разрушалась дробилась рыхлилась здесь нашли свое пристанище бактерии и другие организмы позднее появились первые растения своими корнями растения продолжали разрушать горную породу а микроорганизмы разлагали остатки животных и растений образуя то самое вещество перегной которая сделала рыхлую горную породу почвы этот плодородный слой земли целый густонаселенный мир бесчисленная армия червей землероек жучков рыхлит почву под нашими ногами вот такой интересный факт выяснили ученые одни только дождевые черви за несколько лет комочек за комочком пропускают через свой организм всю почву земли удобряя ее своими выделениями подземные архитекторы складывают почвенные комочки так что между ними могут проникать в почву воздух и влага это облегчает корням растений рост и доступ к питательным веществам не проходит незаметным и труд кротов пищух мышей сусликов все эти подземные труженики постоянно обновляют рыхлят удобряют почвы нашей планеты если посмотреть на разрез почвы станет сразу видно что здесь выделяются несколько слоев верхний слой назовем его слой а самые темные вы догадались почему здесь больше всего отмерших остатков растений они превращаются в перегной второй слой светлее назовем его слоем б в этом слое происходит накопление некоторых веществ вымываемых из верхнего слоя а самый нижний слой с это уже горная порода почвенные слои в разных уголках земли разные по толщине чем толще верхний слой тем плодороднее почва а плодородие это продукты питания корм животным сырье промышленности подготовка почвы к посеву одно из самых важных дел земледельца но вспахать надо так чтобы не разрушить того что создавалось тысячелетиями бывает что и хорошо обработанное поле не сможет дать богатый урожай это происходит в том случае когда почва истощилась в ней осталось мало питательных веществ чтобы определить плодородие почвы каждую весну выезжают на поля машины агротехнической службы анализ определит состав почвы а специалисты посоветуют какие удобрения требуется внести самое хорошее богатое питательными веществами удобрения навоз его равномерно разбрасывают по полю а потом запахивают некоторые минеральные добавки вносят в почву в виде порошка или гранул такие гранулы легко растворяться при дожде или поливе и послужат растением дополнительным питанием с древних времен земледельцы замечали будет снежная зима будет в почве достаточно влаги жди хорошего урожая а сегодня снежную зиму на поле может за несколько часов устроить современная техника вот так проводят снегозадержание когда влаги слишком много когда текут по полю бурные потоки воды они могут не только уносить с собой верхний плодородный слой но и приводить к возникновению глубоких оврагов чтобы остановить рост оврагов склоны укрепляют посадками деревьев и кустарников беззащитна почва перед стихией там где климат сухой и жаркий сильные ветры выдувают ее развеивают на многие километры засуха и хотя устроена почва так что сохраняет внутри в капиллярах все до последней капли погибнет поле если не придет на помощь человек а с этим полем другая беда почвы здесь слишком влажные заболоченные как же удалить лишнюю влагу не испортив поле оказывается достаточно проложить на небольшой глубине вот такие трубки и почва оживет вы замечали что поля как правило окружают лесными посадками такой забор позволит зимой накопить больше снега а летом увеличить влажность воздуха деревья предохранят почву от разрушения текучими водами и ветром почва в хороших руках у хорошего хозяина это большое богатство почва земля наша с вами общая так давайте относиться к ней бережно а а а а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok